Детское радио представляет Сказки народов мира Истории мудрой львицы Африканские сказки Нигерия Жила-была львица Грифы-антилопы, крокодилы и бегемоты, Гориллы и попугаи, жирафы и слоны Уважали её И не было во всей Африке никого сильнее и мудрее этой львицы Глубокие реки и жаркие саванны, Высокие города влажные в джунгли Рассказывали ей свои истории Обо всём, что видели и слышали А она нам Вот одна из этих историй Сказка о разрушенной дружбе Жила когда-то давно одна антилопа И была у неё подруга Обезьяна Росли они с детства рядом, но чем старше становились, Тем больше появлялось между ними различий Антилопа была быстроногой Обезьяна маленькой и ловкой Антилопа любила бегать по бескрайней саванне Обезьяна прятаться в ветках деревьев В Нигерии разговаривают на множестве языков Один из самых популярных — игу Слово обезьяна на языке игу звучит вот так — эньуэ В джунглях Нигерии очень много разных обезьян И мартышки, и шимпанзе, и даже большие горние гориллы Шли годы Антилопа и обезьяна становились старше И, наконец, обзавелись собственными семьями Моих мальчиков такие сильные лапы Хвасталась обезьяна успехами сыновей Они могут забираться высоко-высоко на деревья И хватать самые спелые фрукты Подумаешь, — фыркала антилопа Зато моя дочка так быстро бегает, что ни один хищник за ней не угонится Наверное, это так утомительно — бегать, — возражала обезьяна Лазать по деревьям — ужасная скукотища, — отвечала антилопа И так каждая старалась показать, что она во всем лучше другой Но, несмотря на споры, антилопа и обезьяна по-прежнему говорили всем Что они лучшие друзья Слово «друзья» на языке «ибу» звучит вот так «Эни» А если ты хочешь сказать кому-то «Ты мой лучший друг» То произнеси «И-бу-эзи-бу-эним» Однажды обезьяна решила позвать антилопу на ужин Хотелось ей показать, что она великолепная хозяйка И готовит лучше всех в Африке С самого утра она стряпала на кухне И к вечеру была очень горда собой Ведь такой ужин антилопе точно не переплюнуть Наконец, в назначенный час антилопа постучала в дверь Можно войти? Входи, входи! — крикнула обезьяна Только не забудь почистить копыта Антилопа так и сделала Стала стучать копытами друг от друга, пытаясь очистить их от грязи Обезьяна, увидев это, жутко рассердилась «Эй, подруга, хватит стучать-то громко! Еще мужем его разбудишь!» «А он знаешь, какой вредный, когда не выспится!» После такого приема пробовать угощение антилопе совсем расхотелось Она посидела немного, да и распрощалась «Что ж, завтра ты приходи ко мне ужинать!» Сказала антилопа в дверях «Буду ждать!» Слово «ужин» на языке ибу На ужин в Нигерии часто подают ямс Ямс по виду напоминает картошку И вот на следующий день обезьяна заглянула на ужин к антилопе Та тоже целый день стояла у плиты, желая поразить подругу вкусной едой Когда обезьяна вошла, антилопа тут же отправила ее к бочке с водой Мыло-мыло обезьяна лапы, но так и не получилось у нее очистить их достаточно хорошо «Ну уж нет», — заявила антилопа, увидев, как скверно обезьяна помыла лапы «Не пущу тебя за стол» «Твои копыта не чище моих лап!» — ответила обидевшаяся обезьяна «Бегаешь по земле целыми днями, а потом стучишь громко-громко» Слово за слово так и поссорились две подруги И перестали они общаться на целый год И вот странность Весь этот год им друг без друга было очень грустно «Да, у обезьяны грязные лапы», — думала антилопа «Зато с ней весело» А обезьяна по вечерам вздыхала «Эх, ну и что, что антилопа громко копытами стучит?» «Зато она много бегает и знает много веселых историй из жизни саванны» Вот так и помирились обезьяна с антилопой Ведь вместе им, таким разным, было намного лучше, чем порозень Повторяем, запоминаем Сегодня мы узнали, как сказать человеку на языке ибу, что он твой лучший друг Ибу-эзи-бу-эним Обезьяна-эн-уэ Ужин на языке ибу Н-ры-а-бали Сказки народов мира Истории мудрой львицы Африканские сказки Нигерия